Неужели мы все профукали? Неужели мы все пропустили? Неужели надо было остаться за этой дверью? Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И начиная с этой карты в темных-темных подземельях, мы продолжаем разгадывать загадки этих странных дверей, которые мы нашли с вами в прошлой серии. Итак, одну дверь мы посетили, другим теньком из параллельного мира, из параллельной реальности. И он до сих пор там сидит, друзья. Я заходила, он сидит там в этой запертой комнате. Кто не понимает сейчас, о чем я говорю, друзья, в верхнем правом углу будет сейчас ссылочка, где вы можете посмотреть, как это у нас получилось. А мы продолжаем с вами выискивать двери. И я уже вижу, смотрите, вот уже здесь у нас появилась деревянная дверь. В прошлый раз мы с вами были здесь. Теперь здесь такая слабая тень той двери и есть здесь. Поэтому, знаете, что давайте-ка мы не будем сидеть дальше. Мне снилась моя смерть. Сначала я услышал крик, а потом упал с огромной высоты. Тенечек, если мы дальше будем так здесь сидеть, то мы точно пойдем и сбросимся лучше с уступа и не будем больше сидеть и печалиться. Давайте мы сначала вернемся домой. Потому что это все равно туда идти к нам через дом. Хотя, в принципе, могу я его направить. И это у нас будет с вами направление в залу вечности. Пойдем-ка, говорит наш Тенек. Пойдем-ка. Спасибо огромное, друзья, пользуясь случаем, за все ваши комментарии, за ваши подписки, за ваши лайки, за ваш интерес к этой игре. Игра действительно интересная, несмотря на то, что она называется Тоска и называется самой скучной игрой в мире, которая проходится, о, ужас, за 400 дней. Это все было очень забавно, когда мы только начинали в нее играть. Все это слышите, все это читать. И я помню сейчас и свой ужас, ну, не ужас, а изумление, скажем так, по поводу того, что как так, 400 дней ты ходишь по этим пещерам, которые... Было понятно с первого дня, что они не такие большие и, как бы, чем здесь заниматься. Но все оказалось совсем не так, кому интересно. Ссылка на плейлист с прохождением есть в описании под видео, друзья, кому интересно. Посмотрите с самого начала, как наш тенечек или шейд, как я его называю, как он проводил время в этой игре и как он справился с задачами, поставленными этой игрой. Ну и, в принципе, если вам интересно, просто о том, как мы решали все эти загадки. Потому что игру, друзья, я повторяюсь, опять же, для тех, кто не знает, прохожу в слепом прохождении. Я не подглядываю, не смотрю никакие разгадки, не смотрю никого другого, потому что я считаю, что это самое интересное. Догадываться обо всем самому, находить ответы и никакая подсказка не сделает столько радости, сколько радости доставляет действительно самолично разгаданная загадка. Так, ну, а мы с вами выдвигаемся и я так понимаю, что дверь была здесь. Здесь, не так ли, да, дверь была здесь, друзья, и ее нету. Оно и неудивительно. То есть, смотрите, что получается. Получается, что карта нам дает подсказку о том, что, да, здесь появится дверь. И, как в случае с прошлой дверью, она появлялась где-то примерно через, примерно через сутки после того, как мы ее увидели. То есть, я предполагаю, что нам надо вернуться домой, надо, чтобы сменился день, чтобы прошло 15 часов, но наш тенечек научился управлять временем. Он превосходно им управляет. Он может его передвигать вперед, он может его отматывать назад. Назад, конечно, сложнее, после некоторых изменений в этой игре. Но, тем не менее, в этой игре есть перманентность происходящего. И если, как бы, управляя временем, можно еще немножко вернуть или, наоборот, продвинусь время вперед, то, если вы этот момент пропустили или были не в игре, то, конечно, вы это пропустили, никогда не увидите и ничего не узнаете. Поэтому, друзья, еще раз оцените старания нашего тенька, который для вас, и именно для вас, чтобы вы все это увидели, сидит сутками в своей пещере, стараясь ничего не пропустить. Ну, а мы топаем домой, и это довольно долго. Поэтому увидимся с вами уже в уютной пещерке нашего тенечка. Итак, пещера, милая пещера, как говорит обычный тенек в таких случаях. Ну что, вот мы и дошли. Друзья, давайте мы с вами посмотрим на те книги, которые у нас появились. Пока все равно мы тут. И посмотрим, что у нас есть, потому что в книжках, как обычно, есть много подсказок. Так, и последние у нас появились. Они у нас после Бесконечного блокнота. Итак, поэмы Эдгара По. 33 странички. Давайте мы их пролистаем и посмотрим, не написал ли тенек что-нибудь под этими поэмами. Обычно он иногда что-то пишет, то, что заслуживает нашего внимания. Нет, это не его. Секреты плетения махавров мы с вами уже изучили. И даже эти махавры у нас уже лежат, как видите, на полу. Но для них надо очень много мха. Так, Ветер Вывах. Здесь очень много страничек. Я оставлю, пускай, если что, тенек читает это на досуге. Король чума. Dream Days, окей. Золотой век. Дом на границе. Что нам может помочь, как вы думаете? Ага, дверь в стене. И здесь я уже прочитала, что написал тенек, что... Я думаю, я видел мастерезную дверь в стене. Где-то в пещере. Может быть, мне стоит посмотреть на карту под другим взглядом. Ну, это как бы... До этого мы дошли тоже с вами уже своим умом до того, как прочитали. Ну, в принципе, если прочитаешь книжку, то подсказывает. Надо посмотри на карту. Посмотри на карту и пойми, что там произошли какие-то изменения. Так что, как говорится, полезно читать книги. In the fog. Ага, слушайте. А это стихи. А это стихи, друзья. И знаете, что давайте-ка мы сделаем сейчас. Таким образом. Тенечек у нас будет читать эту одну страничку. А я сейчас вам быстренько переведу. И потом зачитаю, о чем же этот стих. В тумане называется он. Мы с вами увидимся через пару секунд. Так, друзья. Ну, и если перевести это стихотворение, то звучит оно... У меня что-то такое есть подозрение, честно говоря, что написал это сам разработчик. Но тем не менее. Странно блуждать в тумане. В тумане каждый куст и камень стоит особняком. Ни одно дерево не видит следующего. Каждый в одиночестве. Каждый одинок. Мой мир был полон друзей, когда моя жизнь была наполнена светом. Теперь, когда спустился туман, никого из них не видно. Поистине, нет мудреца, который не знал бы темноты. Которая тихо и неизбежно отделяет его от всего остального. Странно блуждать в тумане. Жить, чтобы быть одному. Никто не знает такого человека, который был бы один. Да, вот такое вот странное стихотворение. Оно, конечно, нам не дает никакой подсказки, но дает, в принципе, настроение и состояние, в котором находится наш стенек, в котором находился разработчик этой игры. И которую он попытался передать этой игрой всем, кто в нее играет. Состояние, когда ты совершенно одинок и бродишь в одиночестве. И знаешь, что это одиночество, в принципе, может никогда и не закончиться, а так и остаться твоим перманентным состоянием. Но, глядя на нашего улыбающегося рожи, нашего тенька, не скажешь, что он несчастлив. Как я и говорила, все довольно относительно. И есть люди, которые, в принципе, и вовсе не стремятся к какому-то большому обществу, не стремятся общаться. Они совершенно замечательно чувствуют себя в одиночестве и очень рады такому состоянию. Есть такие люди, друзья, не удивляйтесь. Их на самом деле очень много. Так, ну а чем займемся мы? Мы займемся тем, что сейчас у нас время, как видите, бежит, ускоряется. Вы меня тут спрашивали, были несколько комментариев, друзья, где вы спрашивали меня. Вернее, один человек меня спросил, почему же я не срубила все красные кристаллы? Я еще раз повторяюсь, мне они не нравятся. Вот где-то как-то я их пристроила. Здесь они более-менее гармоничны и не выбиваются из общей картинки. А вообще, как видите, я их задвинула за диван, они мне не нравятся. Когда они на стенах, там, в зале дворца, они там выглядят к месту красиво, а здесь в комнате как-то оно все ни к чему. Ни к чему нам эта красота, ни к чему нам излишество. У нас и так все хорошо. У нас есть друг голова лошади, у нас есть паучок где-то там, умное лицо, которое больше не такое умное. И у нас есть наша дудка, играя на которой мы прокручиваем аж по 10 минут вперед. Вот таким образом. Друзья, но я не буду вам давить на уши и сделаю это за кадром. А с вами мы увидимся через пару секунд. Итак, друзья, минута истины. Дело в том, что я уже много раз ходила. И, ага, смотрите, есть дверь и она, и она открыта. Чтобы это не значило. Так вот, я несколько раз ходила туда-сюда, и мне пришла в голову идея, что, наверное, все-таки эти двери появляются именно в начале каждого часа. Но, друзья, давайте пока вот здесь вот я стою перед дверью, я в нее заходить не буду, а я сделаю, вернее, сохраню эту игру на этом моменте, чтобы если мы сюда попадем, то уже отсюда мы никак не выберемся. А начинать все сначала у меня просто нету сил. Так что мы с вами сейчас увидимся буквально через пару секунд. Итак, дверка открытая. Да, я начал сходить с ума. Возможно, возможно. Давайте-ка мы в нее зайдем. Чего это она открыта-то у нас? Так, прямо приглашает нас, манит. Ага. Так, беги, беги, тенек, скорее, хватай книжку. Хватай книжку, пока не закрылась дверь. Бери и беги. Беги скорее. Она закрывается. Она закрывается. Она закрывается. Скорее. Нет, нет, мы не успели. Мы не успели. А, друзья, печаль, беда. Так, дверь снова исчезла. Похоже, теперь я не могу отсюда выбраться. На темничку мы себе нашли. Но у нас есть сохранка. Она прямо вот здесь вот недалеко. И я надеюсь, что мы успеем все-таки выбежать. Давайте пытаться успевать выбегать отсюда. Так, все по новой. Все по новой, попытка номер два. Мы не сходим с ума, мы заходим в дверь. Нет. Зайди в дверь. Так, сейчас он нам там будет говорить, говорить. Нам надо быстренько хватать книжку. И быстро уходить. И очень быстро уходить. Скорее, 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 скорее. Нет. Нет, друзья. Все. Если мы берем книгу, то есть, если портрет мы еще взяли, то взять книгу, а тем более и кристалл не получается. Не получается. Так что, что ж. Ладно. Давайте тогда будем проверять все двери. Да, все. Ты здесь остался в темнице. Но я тебя выпущу. Так уж и быть. Перезагружаемся. Печаль. Тоска. Так, ну что ж, третий раз мы не будем наступать на одни и те же грабли. Так, поэтому давайте просто зайдем, посмотрим. Мне вот интересно, если не отходить от этой двери, а просто стоять с ней рядом. Как быстро она начнет исчезать. Если что, то я сейчас сразу нажму и сразу убегу. Зависит ли наше пребывание в этой пещере от закрывания двери? Да, зависит. Зависит, друзья, зависит. Опа! И дверь как-то исчезла. Исчезла, исчезла. Вот так-то. Вот так-то. Ладно. Тогда мы идем с вами наверх. Идем с вами к карте. И смотрим, где наша следующая дверь. Наверное, надо сделать так, чтобы были все эти двери, чтобы они появились, исчезли. И возможно, что какая-то одна из них, одна из этих дверей, выведет нас куда-то, может быть, в другое место. Иначе, зачем тогда все эти двери нужны? Противный аист. Вот он нам подставу сделал. Противный аист. Друзья, ну ладно. Так, и стоя у карты, я теперь вижу, смотрите, друзья, вот где наша следующая дверь появилась. И пока у нас еще 23 минуты, давайте-ка мы отправимся. И это знаете куда? Это нам надо вот сюда, вот идти к умному лицу. Вот так вот, вот так вот. Сюда спуститься, спуститься и сюда. Хотя, вероятно, что можно и вот так вот. И это будет быстрее. Ну, в общем, сейчас с вами посмотрим, каким образом мы спустимся. Вот такая вот задача. И мысль об аисте, и о тех картинках, которые у нас есть. Победа, поражение, то есть... А, и было еще сомнение. Так сказать, если мы просто будем смотреть на аиста, то это сомнение. И вот у меня как раз и есть те самые сомнения. Так, в какую мне сторону? Сюда, что ли? Так, ну ладно, друзья. Я дойду уже, наверное, не на запись, чтобы вас не мучить. Да, нам куда-то сюда. И очень жалко, что нельзя вытащить все. Но, наверное, на то и рассчитано, что даже, может быть, если как-то очень сильно исхитриться и крайнюю книжечку схватить и успеть, но ведь мы никак не можем убыстрить нашего тенька, то, соответственно, вторую книжку уж точно мы не достанем, а кристаллы подавно. Так что, наверное, нет. Наверное, нет. Так, ну, как и следовало ожидать, здесь этой двери нету. Соответственно, наверное, нам надо прождать сутки, по моей теории, чтобы здесь было два дня и 23 часа и прийти сюда в это время. Да, Синек? Давай домой. Итак, друзья, итак, друзья, еще одна дверка. И она, посмотрите-ка, тоже открыта. Может быть, потому, что мы открыли первую дверь. Теперь эти все будут открыты у нас. Ну-ка, давайте-ка в нее тоже зайдем. Осторожненько, осторожненько. Бачком, бачком. Все то же самое. Все то же самое. И приготовимся быстренько выходить. Да? Исчезает дверь у нас. Ну-ка, смотрим. Да, дверь исчезает. Исчезает. Уходи, уходи, уходи. Мы ушли почти что в стену. Опа. И дверь исчезла. Что ж, повторяем процедуру. Идем наверх. Мы теперь все досконально изучим. Единственное, что меня немножко беспокоит, то, что двери это 7. Проверили мы с вами 3 двери. А время у нас осталось не так много. И что делать, когда оно обнулиться. Я ведь не смогу уже видеть, насколько оно продвинулось. Или нам будут открыты все двери. Ну что ж, посмотрим. Сейчас мы, во-первых, посмотрим на карту, появилась ли у нас где-то новая дверь и где она появилась. И возможно, когда обнулится время, появятся все двери. Это тоже интересная версия. Я думаю, что мы с вами до нее доживем. Потому что проматывать время вперед, играя на трубе, на самом деле, уже проще парен и репы. Гораздо сложнее, когда вы это делаете обратно. Так, так. Посмотрим теперь, где у нас теперь дверь. В любом случае, здесь ее нет. Мы осмотрели с вами 3 двери. Так, ну, делаем ставки. Либо библиотека, нет, библиотека, нет, здесь нет. Ага, вот она. Все понятно, все понятно. По соседству с этой, только немножечко дальше. Все, все, все понятно. Тенечек, пошли. Пошли, тенечек, пошли. Никогда еще не чувствовал я себя таким одиноким. Да не туда ты пошел. Нам сюда, вниз. Вот. Ну, как я и предполагаю, та дверь сейчас будет закрыта. Но, друзья, я проверяю все. Увидимся с вами у той двери. И так, тут мы с вами только что были. Следующая дверь. Вернее, ее место. Я больше чем уверена, что двери там сейчас не будет. Так, вот она должна быть здесь. Должна быть здесь. Значит, нам прямая дорога домой. Мой и не в кресло тенечек, не в кресло. Сейчас ты будешь дудеть. Друзья, ну, а мы с вами это интересное занятие пропустим. Чего-то встал. Чем дело? Чем-то явно недоволен. Так вот, мы это пропустим. И с вами увидимся уже, когда надудим себе вот эту дверку. Для вас это будет очень-очень быстро. Что у нас тут? Конечно, дверь. И она открыта. Я теперь понимаю, почему открыта. Мы открываем первую дверь. И поскольку это просто дверь а-ля Гарри Поттер, она остается открыта. Это все та же комната. Все та же дверь. И все те же вещи. Так что не будет у нас очень много портретиков. Но давайте даже не будем ждать, пока она закроется. Она всяко закроется за нами. Да, она исчезла. И опять в карте, друзья. И опять смотреть, где у нас образовалась новая дверь. Ну что ж, четыре двери мы с вами посмотрели. Вернее, четыре места двери. А дверь, друзья, это призрачная дверь. И я уже поняла, что это не разные помещения. Это одна и та же дверь. И помещения блуждают по этому замку. Ну, что говорить. В каждом замке есть свой призрак. А в этом подземном королевстве это призрачная дверь. И давайте посмотрим, где она сейчас у нас образовалась. Опять же, не здесь. Соответственно, она должна быть, наверное, в библиотеке. Потому что с этой стороны две, три, четыре. Там мы посмотрели. Библиотека пять, шесть и наверху семь. Так, ну что ж, значит, скорее всего, библиотека. Может быть, наверху. И, честно говоря, смотря на все это королевство, мне кажется, что нужная нам дверь, это та, которая наверху. Как мне кажется. Потому что, по-моему, только она может вывести нас куда-то на свободу, потому что уже находится не в самом этом королевстве. Так, ну что ж, смотрите, здесь ничего нету, 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 нету. Библиотека тоже. Библиотеки нету. Двери. Так, ну-ка, наверху, друзья. Наверху, наверху. Так, стоп. А-а-а, мы бежим наверх. А мы бежим наверх. В припрыжку, в припрыжку. Но, судя по всему, она там еще не будет, конечно. Ну, раз уж мы тут совсем недалеко, то давайте сходим и посмотрим. Это, в принципе, нам буквально пару шагов. Ты че стоишь-то? Иди давай. Смотри, не хочет идти. Наш тенек стал каким-то непослушным. Так, да, интересно, что с этими дверьми. Ну, ладно, здесь мы были другим теньком и видели, чем это закончилось. А-а-а, теперь дверь наверху. В принципе, если она сейчас закрыта, то у нас есть еще как раз сутки, чтобы перемотать. У нас здесь будет 0, а здесь будет 23, соответственно. И таким образом, теоретически, у нас есть еще время еще на одну дверь. То есть, соответственно, начинать все это предприятие надо, имея в запасе 7, ну, или 8 дней плюс-минус. Так что я немножко поторопилась, поторопилась, начав это, когда у меня было 6 дней. И, конечно, по идее, можно отмотать все назад, можно отдудить. Ну, это очень долго, и мне этого очень не хотелось бы, друзья. Так что, ладно, увидимся с вами наверху. А вот они, эти мрачные залы. И вот оно, это место. Да, здесь всегда было очень странно. Вот этот вот уступчик и вот это вот место, которое непонятно для чего здесь. Теперь, ну, немножечко понятно, наверное, хотя остается непонятно вот эта область. Так что, друзья, мы возвращаемся. Мы возвращаемся, не отвлекаемся ни на что. Усердно дудим в дудку. Бедный наш тенечек, у него, наверное, уже легкие, как у ныряльщика за жемчугом. Но, тем не менее, кстати, здесь тоже очень странное место не находите, да? Колонна повалена, а здесь за ней какой-то. То ли шар, то ли еще что-то. Есть много очень странных мест, друзья, здесь, в этой игре, локации. Но, наверное, это все-таки фантазия разработчиков. Итак, друзья, мы с вами здесь, наверху, и наш тенечек сидит и ждет. Чего он ждет? Друзья, пришла сюда немножко пораньше для того, чтобы понять, увидеть этот момент появления двери. Насколько он нам удастся или нет, не знаю. Потому что в предыдущих наших с вами изысканиях вы видели, да, когда мы ждали, появится ли гроб с тем самым бедным, несчастным, старым троллем. Этого не было. Для этого надо было сменить локацию, выйти туда во тьму, потом прийти обратно. И только после этого он появлялся. Как будет у нас здесь, не знаю. Давайте посмотрим. Самое главное, чтобы наш тенечек не заснул тут, сидя у двери. Но так быстро он не засыпает. Он садится, по-моему, примерно через минуту или немножко больше того, когда он стоит. А вот засыпает он не так быстро. Я никогда не засекала время. Да, он сейчас... Нет, не спи, не спи, осталось 22 секунды. Я не засекала и не задавалась такой целью засекать время, как быстро засыпает наш тенек. Просто как бы это... Ну, мне не очень интересно. И на самом деле от этого ничего не зависит. Да, да. Вот так вот иногда он на нас смотрит. 3, 2, 1, 0. Да, друзья? Ха-ха. Вот она дверь. Дверь проявляется. Я надеюсь, вы это видите? Видите? И мы это видим. Поэтому давай вставай. Дверь появилась. Да, вставай, вставай. Ой, не хочу. Мне снился колодец. Я хочу наверх. Не хочу я в эту вашу дверь заходить. Тенек, надо. Все то же самое. Все то же самое. Я тенек. Все то же самое. И я очень сильно подозреваю, что дверь сейчас исчезнет. Как долго она держится? Нет, она не зависит от времени. Она зависит от нашего время нахождения в этой двери. Фу, успели убежать. Ура. Мы успели убежать. И все-таки, что же это значит? А. Смотри, она опять появилась. Так, нет. Подожди, еще не все. Потеряно и найдено не все. Ну-ка, давай-ка, давай-ка, давай-ка. А подожди, почему мы не можем сюда войти? Это как это? А почему мы больше не можем не войти? Вот она дверь. Эй. Синечек, очевидно, это был последний шанс. Неужели мы все профукали? Неужели мы все пропустили? Неужели надо было остаться за этой дверью? Потому что вы видите, никакая другая дверь так себя не вела. Как ведет это? Это осталось. Теперь мы здесь, конечно, можем метаться сколько угодно. Либо, 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 друзья, у нас же есть волшебная возможность отмотать обратно время. Да? И раз нам не получилось сюда зайти... Вернее, нам получилось сюда зайти. Нам не получается сейчас. Вряд ли она исчезнет. Но давайте я здесь подежурию еще немножечко. И посмотрю, может быть, там, как у нас там, тени исчезают в ползень. Может, она... Я даже не знаю. Но это было очень странно, согласитесь, да? Может, надо было там остаться, не убегать? В общем, мы, наверное, сейчас так с вами и сделаем. Не буду я здесь дежурить? Или дежурить? Или не дежурить? Ооо, эти вечные метания. Нет, идемте домой. Пока еще сильно время у нас не изменилось. Мы его отдадим обратно. А потом попробуем зайти в эту дверь. Еще раз. И, возможно, там и остаться на веки вечные. И так, друзья, дубль два. Появляющаяся дверь. Так, куда мне сегодня пойти? В эту дверь тебе сегодня пойти, если это, конечно, удастся. Да нет, друзья, смотрите. Как бы мы ни отматывали время назад, получается, что... Что ж, если ты упустил эту дверь, то ты ее уже упустил. Значит, никакая отмотка времени не влияет. Что делать, идемте в библиотечную дверь тогда. Может, там нам больше повезет. Это очень странно все. Очень-очень странно. Итак, друзья, не знаю я, что делать. Наш тенечек не знает, что делать. И как из этого положения выходить. В принципе, понятно, что у нас есть дверь в библиотеке. Мы сейчас можем отмотать время, поиграв на трубе. И у нас будет ноль часов. Но что будет в эти ноль часов? И это очень странно, что с отмоткой времени обратно, обратно, эти двери на нее никак не реагируют. Это было очень странно. Но, тем не менее, давайте уже сделаем последнюю попытку. Посмотрим заодно, что будет с дверьми, когда у нас наступит ноль часов. Ведь у нас закончится отсчет времени. И если эти двери появляются раз в сутки, в полночь, то что они будут делать, когда они не будут знать, когда полночь, а когда нет. Так что, друзья, давайте наберем побольше в легкие воздуха. И поиграем на трубе веселый марш. Хотя мне, на самом деле, уже очень и очень не весело. Увидимся с вами. Ну что ж, друзья мои. И так пошла последняя минута. Последняя минута ожидания. Последняя минута до того, как пора будить короля. Я думаю, что наш стенёчек, наученный жизнью, не собирается будить никаких королей. У него прекрасная пещера. Она стала ещё прекраснее. Весь дворец в его расположении. Он может гулять. И никто ему не нужен. И уж тем более никакой король. Потому что править пустотой, это не так интересно, как просто находиться здесь. Так, ну что ж. Как я и говорила, у меня есть плохое, скверное. Сквернейшее предчувствие. 400 дней прошло. Наконец-то я могу разбудить короля. Мы не будем его будить. Жейд, не будем его будить. Так, дверь, появляйся. То есть. Дверь, времени для тебя не существует. Ты не должна. Эту дверь я не помню. Так, ну вот, видите. На эту дверь он среагировал. И в эту дверь можно зайти. Конечно же, я так сильно подозреваю, что из неё можно и выйти. Что я, наверное, сейчас и сделаю. Потому что я не хочу здесь оставаться, в этой двери. Или в этом помещении. Оно будет закрываться? Не будет. Будет исчезать? Не будет. Будет исчезать. Да, я вижу. Я вижу, что эта дверь исчезла. Чтоб ей просто было. Так, и смотрите. И она опять появляется. Как ни странно, да? Она исчезла. Она появилась. Но в неё зайти больше нельзя. Так. Да. И значит, дело было вовсе не в то, в какую мы дверь входим. А наверняка всё-таки надо в них отсидеть. Друзья, у нас осталась единственная дверь. Мы с вами сейчас последний раз идём к карте. Посмотрим, где у нас сейчас открылась дверь. Потому что это уже и не дверь. Это так просто. Одна видимость. Но у нас ноль часов. Ноль-ноль минут и так далее. Как... Как с этим-то быть? Как здесь отмерять время, когда его нету, друзья? Как отмерять время, когда его нет? И как следовало ожидать, естественно, наша дверь здесь теперь внизу. Ну, по крайней мере, она отображается внизу. А вот насколько она действительно внизу? И будет ли она сейчас внизу? Давайте-ка мы пойдём и проверим. Ну, как и следовало ожидать, с этими дверьми одно сплошное надувательство. Понятно, что надо подождать теперь сутки, чтобы она открылась. Но вопрос остаётся прежним. А... Когда у нас пройдут сутки? Ха... Я могу, конечно, предположить, что основываясь на время, которое у нас сейчас, и, в принципе, когда мы вне нашей квартирёнки, то здесь время идёт один к одному. И где-то, значит, через сутки эта дверь откроется. Ладно, друзья, давайте тогда здесь Тинька и оставим. А я хочу зайти и проведать нашего Тинька в альтернативной реальности. Потому что сдаётся мне, что вот он-то как раз в своём заключении сутки уже и отсидел, друзья. Мы с вами увидимся через пару секунд для вас. Да, вот так вот. А бедный, бедный наш Тиньок в альтернативной реальности сидит, грустит в своей коморке. Я хочу проверить по поводу того, что двери открываются в полночь. Ах, бедняка, зевает. Как бы он не заснул. Я не уверена, что именно так оно и будет. что действительно в полночь что-то откроется. Но, как говорится, как-то ведь должна быть возможность выйти из этой ситуации. Ведь, ладно, у меня там 6 дней осталось, которые, в принципе, теоретически можно просидеть. А, да, точно, смотрите, Тиньок, скорее вставай. Беги. Скучно, ешь ко мне. Ну, правильно. Здесь больше нет. Нет, нечего делать. Иди, скорее, уходи. Как? Подожди. Почему я не могу уйти? Да, зайти в дверь, зайти в дверь. Выходи. Беги, Тинь, беги. Хоть ты спасешься. Фух. О. Смотрите, как интересно. То есть, мы, сидячи в этой комарке, переместились вместе с этой дверью. Можно еще раз в нее зайти? Как ты думаешь, это хорошая идея? Нет, вот больше делать нечего. Пошли отсюда. Так, ну, это значит одно, что теперь у нас дома, теперь у нас дома должно быть... Так, только не сюда. Только не сюда. Должно быть все, что мы здесь собрали. И книги, и желтый кристалл, и картина. Так что давайте вернемся к себе домой. Мы попутешествовали, мы посидели, мы отсидели свою за утащенные вещи. И давайте посмотрим, как оно все это смотрится дома. Увидимся уже там. Что ж, мне очень-очень интересно, что сейчас будет у нас дома. И этот желтый кристалл, что он дает. А он просто висит у нас на стенке. А где картина? Ах, вот картина. Картина-то я и не заметил. Синек, смотри, какая лепота. Давайте мы ее пока оставим здесь. Или... Я даже не знаю, куда. Можно ее сюда повесить. Да, вот так вот. Книги у нас, смотрите, книг у нас полным-полно. И эти два кристалла играют музыку. Ну-ка. Ну-ка. Но как по мне, так они играют одну и ту же музыку, если уж на то пошло. И я даже не знаю, куда их пристроить теперь. Как я и говорю, я не люблю кристаллы. Я их всячески тут прятала за кресло. А теперь мне добавился еще и желтый кристалл. А что ж ты будешь делать? И так, и так, добра девать некуда. И еще прибавилось. Что я еще хочу сделать, друзья? Я хочу еще посмотреть. Так, ну вот здесь у нас желтая обстановка. Давайте куда-нибудь сюда. Вот я не знаю. Приткнем. Вот сюда на полочку поставим желтый кристалл. Кстати. А сюда можно поставить розовый. Во! Он какой-то такой немножко мутноватый. Давайте присядем и посмотрим, почитаем. Ну, садись, чего ж ты? Не стесняйся. По поводу того, что у него написано в дневнике, в мыслях. Побывал ли он наконец-то во всех местах, как хотел? Нет, я посетил все части пещеры не вычеркнуто. Интересно, когда я открою все части пещеры тоже не вычеркнуто. Очевидно, что-то есть еще. Либо просто это не вычеркивается. И так у нас разочарование, мох и так далее и тому подобное. Да, коврики мы здесь еще не делали. Некогда было. Мы сидели. Итак. Вот, что нам добавилось. Анатомия меланхолии в тумане спящий просыпается. Как интересно. Ну, а все остальное мы с вами в принципе уже видели. И вот они эти самые секреты махавров, которые можно сделать. Сплести махавер. Давай, сделаем махавер. У нас мха много. У нас мха просто завались. Давайте сделаем его всего. Вот. Какая у нас махавая дорожка получилась. Друзья, на этом давайте-ка мы с вами закончим. Какое у нас резюме может быть по этому видео? Это было, наверное, самое скучнейшее дополнение, как мне кажется. Но, мне кажется, еще и то, что что-то прошло мимо нашего длинного носа. А именно, наверное, дело не в том, чтобы просто добыть картины, книги и желтый кристальчик, а в том, чтобы убежать. Ведь у нас есть картина, которая называется побег. И вот именно это нам и не удалось. То ли эта картина нас вводит в заблуждение, но почему мы не любим аистов, теперь понятно. Так вот, у нас была картина побег. Так, ну, во-первых, это вот про этого аиста, да, победа. Отрежьте ему голову и вы никогда не будете сидеть в тюрьме. Сомнения и поражение. Поражение, если аисту летит. Но как-то отрезать голову аисту я не видела никакой возможности. Золото, чаша, чаша, тоже непонятно. Времена, окей. А что ж, друзья, есть действительно очень много картинок еще, вот которых я теперь, как говорится, с новой точки зрения рассматриваю и которые мне не совсем, ну, скажем так, я не вижу отражения этих картинок в этой игре. Как, в принципе, из двери, видите, я все-таки ошибалась, но мне казалось, что мне казалось, что это действительно назывался побег. Возможно, что где-то я просто видела картинку и отложилась в голове, что это побег. Но нет, это не побег, это просто дверь, и возможно, что именно просто дверью она и остается. И ничего такого особого, кроме как дополнительное развлечение, охота за этой дверью и отсидка в ней за то, что мы все забрали оттуда. Может быть, это и есть наша награда. Что ж, пишите, какие у вас соображения, какие у вас мысли, что вы думаете, или стоит все-таки пойти и попробовать придушить в конце концов того аиста, который устроил нам вот это приключение. А на этом позвольте, друзья, с вами распрощаться. Огромное спасибо вам за ваши комментарии, за ваши подписки, за лайки и за то, что вы меня вообще смотрите. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. До встречи, актерио. Субтитры создавал DimaTorzok